Динамо требует гарантии безопасности на чемпионате Украины в прифронтовом Мариуполе. Матч седьмого тура Украинской премьер-лиги запланирован на 26 августа. СБУ и МВД проводить матчи в Мариуполе не рекомендуют. Есть ли аргументы у Федерации футбола и готова ли она отказаться от места проведения этого поединка, знает Александр Васильченко. Принос игр в большом футболе дело нечастое. В основном это бывает в целях безопасности. В 2004-м во время оранжевой революции Шахтер потребовал перенести матч с Луцкой Волынью в нейтральную Одессу. В 2006-м, когда обострилась ситуация в Израиле, матч между клубом Макаби и британским Ливерпулем провели в Киеве. Зимой 2014-го во время революции Достоинства противостояние Динамо-Валенсия состоялось на Кипре. Ситуация с играми в Мариуполе требует того же особого подхода, утверждает вице-президент Динамо Андрей Мадзяновский. Чтобы обезопасить команду и болельщиков, клуб еще три месяца назад обратился к Федерации футбола Украины. Из этих три месяца ни комитет, ни департамент, ни найвищая посадовая особа Федерации, кроме голословных заяв популястичных и шоу, не дали нам никакого официального документа. И по их обязанности, координации и współпрости работы с правоохранительными органами, для дания нам и другим клубам Украинской премьер-лиги безопасной логистики. Не только участникам соревнований, но и на самом-перед, глядачам. Однако в Федерации футбола Украины проблем не видят. Я считаю, что в этом вопросе мы очень будем жестко ставить на свои позиции. В любом городе нашей страны и вообще в любом городе мира сегодня могут быть любые провокации, террористические акты, угроза массовым мероприятиям, но для этого есть спецслужбы. Относительно мер безопасности футбольный клуб обратился в СБУ, МВД и Управление госохраны. Там в июле официально ответили, что проводить матчи в прифронтовом Мариуполе не рекомендуют. Но сейчас правоохранители заявляют обратное. За три дня до проведения матча стадион неоднократно уже обследовался на предмет запрещенных взрывоопасных предметов. Стадион за три дня взят под охрану сотрудниками полиции. И в настоящее время также обеспечивается охрана общественного порядка возле стадиона. Родители игроков детских и юношеских команд футбольного клуба «Динамо» выступили против проведения матчей чемпионата в Мариуполе. Обратились с открытым письмом к высшему руководству страны и президенту Порошенко с просьбой вмешаться и перенести игры в более безопасное место. В связи с тем, что Федерация футбола в лице ее главы не прислушалась к обращению родственников юных «Динамовцев». Если мы получаем полную гарантию за подписами высших людей правоохранительных органов, Министерство внутренних справ, Служба безопасности Украины и управление государственной охраны, Киевский «Динамо» обовязково отводит место Мариуполь за доволение величезным. Напомним, что поединки в Мариуполе запланированы на 25 и 26 августа. «Динамовцы» надеются, что Федерация футбола Украины решит вопросы безопасности к этому времени. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова